По поручению президента страны была создана специальная комиссия по изучению проблемного вопроса. Работы были временно приостановлены. На этих восьми реках, согласно планам, проводились масштабные мероприятия, в том числе расчистка лесополосы вдоль русла рек с возведением соответствующих укрепительных дам. Протяженность составляет 118,7 километров. На сегодня 30 километров работы завершены. Необходимость проведения данных работ была, вы все знаете, обусловлена весенними паводками в 2017 году, в результате которых подтоплено 907 домов жилых, дачных. 110 из них были полностью разрушены паводками, водами и не подлежали восстановлению. По данному проекту возникло несколько вопросов. Первый, по словам представителей Комитета лесного хозяйства, проектом не предусмотрено восстановление вырубленных деревьев. Исполняющий обязанности председателя Комитета по водным ресурсам Мурат Бейсенов отметил, что для решения этого вопроса подрядные организации будут выделять средства и готовы проводить рассадку деревьев. Некоторые проекты, наверное, в части касательно вырубки, кустарников, деревьев, необходимо внести их в соответствующие коллективы. Мы в тот раз разговаривали с представителями гемо-адресных организаций. В этот раз они готовы на эти компенсационные, не только воплотные на компенсационные вырубки, рассадку деревьев на те участки, которые укажут таким от города. В этой связи мы считаем, что необходимо продолжить строительные монтажные работы по расчистке русла рек, по дно укреплениям в некоторых участках, которые присмотрены по берегу укреплению, по руслам выше указанных восьми рек, но в строгом соответствии с разработанным проектом смертной документации. В строгом соответствии с действующими нормами, строительными нормами правил. На совещании выступил эксперт Александр Мандрыкин, который отметил, по ряду причин реализация проекта в его начальном виде нецелесообразна. На тот момент, когда мы собирали комиссию неделю назад, наша точка зрения, которая не менялась, мы считали нецелесообразным продолжение этого проекта ввиду несоответствия работ, нарушения технологии, отсутствия необходимой техники. С теми замечаниями подрядчиков и проектировщиков. Перечень этих замечаний довольно обширный, мы сейчас на нем останавливаться не можем. Это наша первоначальная точка зрения, на которой мы стоим. Нет, я говорю, повторяться о том, о целесообразности этого проекта, он нужен, расчистку русла рек? Он нужен. Но в той форме, в которой он начался и продолжался, если бы не общественное мнение, вот мы сейчас работаем и точку не меняем, вот эта общественность, которая вопрос подняла, они на тот момент были совершенно правы. Тем не менее, в ходе совещания прозвучали доводы в пользу проведения работ по углублению русла рек и берегу укреплению в прежнем порядке. Я считаю, что вот эти проектные решения были единственные верные в условиях плодной градозастройки вашего города, города Октябрь. Еще по поводу расширения русла хотел бы сказать, что у нас проектные расходы с учетом уже застроенной территории, и так были уменьшены. Если бы мы брали на основании гидрологических значений, это были бы еще большие расходы, и тогда бы у нас расширение, согласно гидротехническим расчетам, русла бы у нас были минимум 200 метров. То есть минимизировался проект, как проектировщик, как мог, минимизировал все вот эти потери, с рук мелколесия и так далее. С очередь председатель комитета экологического регулирования и контроля Ахмеджан Примкулов рассказал о проведенной работе по изучению специальной комиссии проекта работ. Все говорят о необходимости проекта. Все говорят о том, что мы не должны допустить повторения тех событий, которые были в 2017 году. Сегодня также хочется добавить, что в рамках поручения президента всеми государственными органами, правоохранительными органами, прокуратурой области, ГАСКОМ, департаментом экологии, комитетом лесного хозяйства и животного мира в пределах компетенции ведутся проверки. Я думаю, что по результатам данных проверок все заинтересованные государственные органы свою позицию по данному проекту выскажутся. Также в ходе совещания было подчеркнуто, что представителям общественных объединений дадут возможность наблюдения за качеством использования денег, которые были выделены на проведение данных работ. Владимир Федотов, Галамжан Урынов, телеканал АКТУБЭ.